Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Наш Мессия, Ешуа Хамэшиах, Иисус Христос, Он повелевает каждому верующему. Он говорит, и так будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Какое утверждение? Как мы закончили изучение на прошлой неделе, этой заповедью от Бога, что мы призваны быть совершенными. Совершенными в этом теле, посредством силы, помазания Духа Святого. И вот в этой следующей главе, в шестой главе Евангелия от Матфея, Он откроет нам нечто, как Он делал в предыдущей главе. Но более, и что мы должны делать, чтобы быть верными слугами Бога. Так что вопрос, который нам надо задать самим себе, очень ясен. Он не труден, и он таков. Хочу ли я исполнять Его волю, через мою жизнь, достойным образом? То есть, когда она совершенным образом воздает Ему хвалу. Именно этого желает истинный ученик. Именно это делает тот, кто понимает благодать, милость, прощение Бога. Он любит своего Спасителя. Он любит того, кто простил Его, и хочет жить жизнью угодно Ему. Вот почему, когда мы переходим к шестой главе, Он снова говорит о добрых делах. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Матфея, шестую главу, первый стих. Он говорит, «Смотрите». Это слово предостережения. И еще одна тема для молитвы. Я молюсь часто, «Боже, предостерегай меня. Пусть Твой Святой Дух обличает меня, когда я начинаю мыслить и вести себя по-своему, отвернувшись от Тебя и Твоих целей». Так что нам надо молиться о Божьем совете, о Божьем предостережении, о Божьем обличении в нашей жизни. Он говорит, «Смотрите, чтобы ваши добрые дела». И это слово можно перевести как «благотворительность». Это может быть слово, которое в Библии чаще всего переводится как «раздача милостыни». Когда кому-то дают что-то хорошее, помогают финансово, отдают на основании нужд, не ожидая что-либо, получить взамен. Вы делаете потому, что хотите благословлять, ведь Бог благословил вас. Так что Он говорит, «Смотрите, чтобы ваши добрые дела», можно перевести так, «Не делайте их перед людьми, чтобы они видели». Когда вы совершаете поступок доброты, не делайте это так, чтобы видели другие люди. Не в том цель, чтобы другие увидели и заметили. Мессия даст нам очень ясное учение. Он говорит, «Если вы поступаете так, какой будет результат? Он говорит, «Не будет вам награды от вашего Отца в небесах, Отца вашего небесного». Так что, если мы делаем что-то, что бы это ни было, доброе дело, нечто действительно угодное Богу, нечто жертвенное, бескорыстное, нечто, чтобы благословить других, это правильное дело, оно угодно Богу. Но если наша мотивация такая, чтобы люди увидели это доброе дело, Мессия говорит, что в ответ на это дело, Бог не даст вам благословения. Он говорит, «Не будет вам награды от Отца вашего небесного». Второй стих. «Теперь он говорит нам, как делать дела». Он говорит, «Итак, когда делаешь доброе дело, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры, в местах собрания, в синагогах, имеется в виду место собрания, и на улицах. Вот контекст. Речь не идет о синагоге, как о доме поклонения у евреев. Это просто место собрания, публичное место. Контекст говорит об этом, потому что следующее слово на улицах. Так что простое учение такое, когда вы кого-то благословляете, кому-то помогаете, содействуете, когда кому-то даете, он говорит, «Не труби перед собою, не привлекай к этому внимания, делай это тихо». Он говорит, «Если нет, то ты поступаешь, как лицемеры, которые делают так в публичных местах и на улицах». Они так делают, они поступают так, чтобы их прославляли люди. Так что это местописание говорит нам? Оно говорит нам, что их больше интересует отклик от людей, чем отклик от Бога. И это многое значит. Если вы действительно верите в то, что Бог вознаграждает за добрые дела, в послании к евреям сказано, что не неправеден Бог, чтобы забыть какое-либо из ваших добрых дел. Что означает это местописание? Бог справедлив, он помнит все ваши добрые дела и вознаградит вас за них. Как? Что же в этом веке? Но главным образом, в веке грядущем. Я упомянул несколько недель назад о том, что мне нравится называть небесной страховкой. Это когда вы ведете себя верно в отношении Бога. Бог будет вести себя верно в отношении вас. Значит ли это, что Бог когда-либо бывает неверным? Конечно нет. Бог всегда верен, но Он также может стоять в стороне, то есть не будет действовать в вашей жизни. Вы оказываетесь в ситуации, Он не обязан отвечать, но, но, если вы тот, кто быстро на помощь другим, кто откликается на их нужды, вы входите в ситуацию, чтобы быть в их жизни благословением, с Божьей перспективы. Когда вы так делаете, это наилучший страховой полис, потому что Бог будет наблюдать внимательно. И когда вы окажетесь в похожей ситуации, мы это ясно увидим через несколько недель. Бог также откликнется, но если нет, если вы не верите в то, что Бог будет действовать, тогда вас и не будут заботить действия Бога. Нет. Почему вы будете делать дела? Потому что хотите, чтобы люди видели вас, и хотите иметь благоволение людей, а не благоволение Бога. И вам надо задать себе этот очень важный вопрос. Я люблю записывать вопросы, чтобы видеть их, проговаривать и слышать. Скажите, действительно ли я верю в благоволение Бога? Действительно ли я хочу его? В данном случае, мы говорим не о прощении грехов, но о благоволении Бога в течение жизни. Действительно ли я верю в него, и хочу этого благоволения, или же я больше склонен верить, уповать, надеяться на то, что другие придут мне на помощь, проявят ко мне благоволение? Вот к чему это сводится, и это основополагающая перспектива для истинной веры. Действительно ли мы верим в Божье благоволение? В шестой главе, Мессия предостерегает нас, Он говорит, посмотрите второй стих, «Итак, когда делаешь доброе дело, когда творишь милостыню, не труби перед собою», как делают лицемеры в публичных местах, в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди, или чтобы они были прославляемы людьми. Он говорит, посмотрите второй стих, «Вот как нам следует себя вести». Это совет от Бога. Вопрос в том, будете ли вы применять это к своей жизни? Второй стих, «Истинно говорю вам», ведь это важное утверждение, первое слово «Аминь», означающее «истинно». Это слово от слова «истина», «эмэд» на иврите. Это просто «аминь», еврейское слово, записанное по-гречески. Но основная мысль ясна. Он говорит, «Можете верить этому». Это истина. Эту информацию вам необходимо применять в своей жизни. Он говорит, «Истинно говорю вам». Они уже получают награду свою. Что это значит? Это конец второго стиха. Когда вы ищете славы от людей, это и есть ваша награда. Только это. Вот что Мессия говорит здесь. Они уже получают награду от людей. Он говорит, «Вы же, когда даете милостыню, делаете добрые поступки, когда вы делаете это, говорит он, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Давайте растолкуем это правильно. Он говорит нам, те, кто делают это ради того, чтобы их прославляли люди, уже получают награду свою. Они ее получают. Вот что он говорит, «Истинно говорю вам, они уже получают награду свою, получают славу от людей». Третий стих. «У тебя же, когда делаешь добрые поступки, пусть левая рука твоя, не знает, что делает правая, чтобы, чтобы, говорит он, эти добрые поступки, которые ты делаешь, были в тайне, чтобы они были в тайне, чтобы никто не видел их, а только те, кто принимает их». И также он говорит, «И отец твой, видящий тайное, то есть имеется в виду Бог, Он вознаградит тебя». Как? Явно. Что увидят люди? Они увидят. «Свидетельство не в том, что делаете вы, а в том, что Бог делает в ответ. Чему это все относится? Очень просто. Свидетельство, которое вы будете иметь, это благословенная жизнь. Свидетельство в том, что люди видят Божье обеспечение, Божье действие, Божье движение в вашей жизни. Почему? Потому что вы человек, который показывает, что больше всего в жизни, вас интересует Божья воля, и вы являетесь благословением для других людей. Вот какое свидетельство мы хотим иметь». Пятый стих. «И когда молишься, обратите внимание, порядок вещей важен. Он говорит, «Будьте совершенны». Вот как ведет себя совершенный человек. Вот как вам надо вести себя, чтобы получать награды от меня. И вот он говорит, «И когда молишься, и как вы думаете, какая корреляция между этим?» «Если мы хотим быть совершенными, если хотим делать эти вещи, нам необходимо правильно молиться». И вот с этим, я думаю, у многих проблема. Какая проблема? Правильно молиться, ходатайствовать перед Богом правильно. «И тогда это будет приносить вам помазание и силу». Заметьте, что он говорит в этом стихе. Посмотрите пятый стих. «И когда молишься, не будь, как лицемеры». Вы заметили это? Снова и снова, когда Мессия говорит о людях, которыми он недоволен, он называет их лицемерами. И заметьте, почему он использует это слово? Он говорит не о тех индивидуумах, которые говорят, «Я в Бога не верю, Он для меня не важен. Я думаю, вся эта религия, все это духовное, все, что в этой книге, я думаю, что все это нелепость. Это не лицемеры, не о них он говорит». Мессия предупреждает о людях, не из этой группы, но о тех, кто говорит, «О, я верю в Бога, я принимаю Библию, да, я последователь Мессии, да, я его ученик». Они это говорят, но их жизнь не отражает этого. Они не делают того, что должны были бы делать. Они не применяют Божью инструкцию в своей жизни. Об этих лицемерах Мессия предостерегает нас в Нагорной проповеди. Одно из того, что мы можем извлечь для себя, он учит нас, как не быть лицемерами, потому что лицемерие навлекает его ярость, навлекает его наказание на нас. Так что он говорит здесь очень ясно. Он говорит, «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, вот опять в публичных местах, и на углах улиц, останавливаясь молиться, что они делают? Они молятся публично. Они идут в места, где люди увидят их. Позвольте мне сказать, молитва, очевидно, что в общине, по местной церкви, местной синагоге, люди собираются, и мы молимся. Но вот в чем дело. Эти индивидуумы приходят в такие места, чтобы их видели. Они приходят в публичные места и останавливаются на углах улиц, чтобы люди говорили, «О, он мужчина молитвы», или «О, она женщина молитвы». Он говорит, «Не этому я учу вас». Он говорит нам очень ясно, «Не будьте как лицемеры, которые любят публичные места синагоги и молятся, останавливаясь на углах улиц». Для чего? Чтобы показаться перед людьми, чтобы люди видели их. Здесь опять-таки, что он показал нам? Он показал нам ранее, что некоторые люди ведут себя в свете своего желания, чтобы люди видели их. Они не стараются угодить Богу, не ищут награды от Него, но ищут награды от людей. Он говорит, «Некоторые люди, их молитвы, цели их молитв, не Бог. Их интересует, чтобы Бог слышал, отвечал, воспринимал слова молитвы, но они делают это публично ради людей». Он говорит, «Не будьте как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». Пятый стих, вторая часть. «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». «Что это за награда?» «Чтобы люди видели их». Вот и все. Нет, и это ключевой момент. Нет ответа с небес. Позвольте мне задать вам вопрос. Когда вы молитесь, вы уверены в том, что будет ответ с небес? Если вы находитесь в Божьей воле, выполняя Его цели, желая прославить Его имя, Бог ответит вам. У нас может быть уверенное, несомненное ожидание, что когда мы молимся, будет отклик с небес. Вот почему это местописание так важно. Он говорит, «Ты же, когда молишься...» Шестой стих. «Ты же, когда молишься...» «Войди в комнату твою». Некоторые скажут, что это особенная молитвенная комната. Как бы то ни было, это уединенное место. Вот что он имеет в виду здесь, под этим словом. «Когда ты входишь в эту комнату, Он говорит, «Закрой дверь и помолись...» Отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот что делает этот стих. Он обещает. Обратите внимание на то, что он говорит. «Когда мы молимся должным образом...» Как это? «Мы идем в уединенное место». Это не публичное, не видное место. Но мы идем смиренно, серьезно, перед Богом. И мы тайно молимся нашему небесному Отцу. Он, наш небесный Отец, видит тайное. Но Он вознаградит. Слово это «отдавать». Это слово «воздаяние». Очень важно, чтобы мы это увидели. Это ответ на что-то. И Он говорит, что Бог будет отвечать явно. Это слово, от которого мы получили английское слово, означающее проявление чего-то. Вот почему так важно, чтобы мы осознали, что когда мы молимся, мы должны ожидать ответа. Мы не молимся, «Ну, я надеюсь, может быть, на этот раз Бог услышит, что будет какой-то ответ». Нет. Мы должны быть уверены, что Он слышит и действует явно. Седьмой стих. «И молясь, не говорите лишнего». Не нужно напрасных повторений. Это слово так важно, потому что означает говорить что-то снова и снова, и это напрасно. Почему? Он говорит в этом стихе. «Молясь, не используйте напрасное повторение». «Как?» И Он изменяет Слово, как язычники, ибо они думают, они рассуждают, что в многословии своем будут услышаны. Они думают, что добьются цели через частое повторение. И вот что я хочу, чтобы вы увидели. Часто мы верим, что вера, будь это действие веры, верная вера или верные молитвы, все это имеет отношение к определенному объему. Но это не так. Это связано с истиной и ожиданием, основанным на Божьих обетованиях. Вера — это ожидание, основанное на обетованиях Божьих, на Слове Божьем, на обетованиях Божьих. И поэтому, вот что мы видим здесь, открываем для себя. Он говорит, когда вы молитесь, посмотрите это место Писания. Он говорит, не делайте этого с напрасным повторением, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Восьмой стих. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду. Разве это не замечательно? Он знает все ваши нужды, еще до того, как мы попросим его. Молитесь же так. Вот каким образом вы должны молиться. Таким образом вы должны молиться. И он собирается ввести очень важную формулу молитвы. Но прежде чем мы перейдем к этой формуле, которая называется молитвой Господней, нам нужно понять то мышление, которое нам нужно иметь, и быть уверенными, а также принципы, которые он открыл нам в этом отрывке Священного Писания. Прежде всего, во-первых, и прежде всего, мы должны быть людьми, которые действительно верят, что Бог слушает нашу молитву. Во-первых, и прежде всего, он слышит, во-вторых, он слышит, с целью, желанием, его природа, его обетование, ответить. И эта молитва является личной. Это не действие на показ. Это не то, к чему мы стремимся, чтобы другие люди обращали на нас внимание. И мы не хотим, чтобы люди думали о нас, когда мы молимся. О, он такой духовный, о, она такая посвященная, Боже, она так долго молится. Нет. Все эти вещи имеют языческое происхождение. Почему? Потому что то, что является языческим, всегда сосредоточено на человеке. То, что человек делает, или то, что он видит, во что верит, мыслит со своей перспективой. Мы должны быть очень осторожны, чтобы наша молитвенная жизнь не коренилась в языческих практиках. Но мы видим, что Мессия говорит следующее. Когда ты молишься, пойди в уединенное место и пойди туда, ожидая, что он увидит тебя в тайном месте, и он, видящий тайное, будет двигаться, явно. Вопрос в том, верите ли вы в это? Потому что, если вы этого не сделаете, то, что мы будем изучать, в этой знаменитой, этой чудесной молитве Господней, не будет иметь никакого значения, никакой силы в вашей жизни. Видите ли, когда мы смотрим на эту молитву, с которой нам предстоит встретиться, это не значит, что эти слова волшебны, и если мы скажем их, все будет по-другому. Нет, эта молитва учит нас тому, что говорить, но также и тому, о чем молиться, чего ожидать, во что верить, и что мы можем знать о целях Бога. Эта молитва так много говорит о том, что важно для Бога, и что Он собирается делать, и все сводится вот к чему. Если мы с вами не желаем того, что содержится в этой молитве, то зачем же молиться об этом? Видите ли, нам нужно стать серьезными и осознать, что мы живем в очень значимое время. Это переходное время. И поэтому, нам нужно быть очень преданными, очень хорошо информированными о делах Божьих. Пророческая истина, именно знание пророческой истины даст нашим молитвам не только то, что мы говорим, но и интенсивность того, что мы говорим, усиление того, что мы говорим, и частоту того, что мы говорим. Все это будет иметь огромное значение. Итак, Мессия учит нас этому. И на мой взгляд, это одна из тех вещей, которые могут принести такие перемены в вашу жизнь. Такие радикальные изменения в том, как вы ведете себя в этом мире. То мышление, которое у вас есть, правильное мышление, оно для того, чтобы быть верным слугой Божьим. Если мы научимся молиться правильно, то будем молиться с правильными ожиданиями. И именно в этом заключается проблема сегодняшнего дня, когда столь многие из нас пребывают в замешательстве. Мы все знаем эту молитву, но проблема в том, что мы не понимаем, что эта молитва не просто должна быть произнесена, но должна быть принята внутри, быть внедрена в наш ум, который проявляется через наши действия. И это учит нас одной очень важной истине о молитве. Молитва — это не просто просьба к Богу двигаться, а просьба к Богу двигаться в моей ситуации и в моей жизни, чтобы Бог действовал через меня, но также и там, где я двигаюсь, где я веду себя. И тут имеет место партнерство. Бог мощно действует через свой народ и вокруг своего народа, чтобы исполнить свои цели. И эта молитва будет ясно излагать нам, какими должны быть наши цели. Итак, моя надежда и мое ожидание таковы. Когда мы на следующей неделе откроем Библию и посмотрим молитву Господню, она окажет революционное влияние на нашу жизнь. Это принесет великие перемены в то, как мы видим вещи, как мы думаем о вещах и как мы движемся в нашей жизни, чтобы участвовать в воле Божьей. Да, молитва — это сила. Молитва — это катализатор перемен, но какого рода перемен? Только одного типа. Небесное, божественное, царственное изменение ситуации. Но если мы не думаем о царстве, если мы не пытаемся проявлять характер царства, тогда наши молитвы будут лишены помазания, у них не будет силы, у нас не будет откровения, и мы не будем делать то, что должны делать. И поэтому это будет очень неприятный опыт. И вот почему так много людей, которые говорят, давайте помолимся, но они не очень заинтересованы в этом, потому что они не видят результатов, которые Бог обещал. Ну что ж, до встречи на следующей неделе, когда мы займемся этой молитвой. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию, loveisrael.org Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля. Иисусе, иисусе. иисусе. Редактор субтитров,